Добрый день, коллеги. На самом деле, действительно, немного луковое название доклада. Сложная группа пациентов. Пациенты с опухолями головы и шеи все очень сложные. И практически все они, в 99,9% случаев, получают лечение в стационарных условиях. В условиях отделения опухолей головы и шеи, потому что Замира Ахметовна не зря говорила о том, что эти пациенты требуют превентивного назначения питания, обеспечения им этого питания без использования полости рта, обеспечения дыхания, потому что в течение лечения этого невозможно потом будет обеспечить. Ну и все мы прекрасно знаем, что это не самая дисциплинированная группа пациентов и не самая приверженная к лечению группа пациентов. Поэтому лечить их очень сложно. И самое главное, что это пациенты, от которых мы, как правило, не ждем хороших эффектов. То есть я решила сегодня, и мы с Замира Ахметовна решили сегодня поговорить об достаточно узкой группе этих пациентов, с достаточно большим распространением, местным распространением, который не подлежит локальному лечению, либо при метастатическом процессе, либо пациенты, которые уже запрогрессировали после предварительного лечения. Так вот, продолжительность жизни этих пациентов достаточно невелика. Очень быстро они погибают, и очень часто они быстро прогрессируют, к сожалению. По большому счету, говорить я сегодня буду о плоскоклеточном раке. Все мы знаем набор препаратов, либо схем. Я сегодня собрала рекомендации за несколько лет, рекомендации русско, которыми все мы пользовались. Набор препаратов и набор схем примерно одинаковый, такой же, как при других плоскоклеточных раках. Только четко расписаны дозы, режимы, длительность цикла, 21 день. Только вот эта графа, количество циклов, она пустая. Она так в рекомендациях пустая остается. И вопрос, который мы регулярно слышали и слышим, а сколько времени лечить таких пациентов? То есть пациенты тяжелые, и очень часто мы сталкиваемся с тем, что они не заканчивают свое лечение. По вине своей, не понимая, что с ними происходит. Врачи так решили. И нам очень часто звонят и задают классический вопрос. Сколько времени лечить? Рекомендаций никаких не было. Следующий слайд я показала. Железистый рак просто для сравнения. В то же время, по крайней мере, у железистого рака стояла такая фраза в зависимости от эффекта лечения. То есть, по крайней мере, были даны рекомендации о том, что смотрите, что у вас получается. Что происходит дальше? В 2017 году, по крайней мере, у метрономного режима метатриксата появляется фраза до прогрессирования заболевания, либо до неприемлемой токсичности. Правда, в 2018 году метатриксат исчезает из рекомендаций. Далее, после того, как в нашем арсенале появляется цитоксимаб и долгие годы существовавший единственный таргетный препарат для лечения такой категории пациентов, появляется фраза, что при отсутствии прогрессирования после шести курсов цитотоксической химиотерапии продолжить поддерживающую терапию цитоксимабом еженедельно. То есть, практически, опять же, либо до прогрессирования заболевания, либо до развития неприемлемой токсичности. И здесь тоже, к сожалению, несмотря на то, что фраза такая существует в рекомендациях, пациенты очень часто прекращали лечение по своей ли воле, не по своей ли воле, на полпути. Дальше. В 2018 году у нас появляются уже препараты. Замир Ахметовна о них упоминал. Это так называемые новые препараты иммунотерапевтические. Еще там несколько лет назад я на лекциях говорила, что цитоксимаб, дотстоксил и фторурацил – золотой стандарт для лечения таких пациентов. Затем появилась фраза о том, что исследуются новые препараты, но они не зарегистрированы в России и не входят в список же на ЛВП. На сегодняшний день и неволумаб, и пембролизумаб вошли. Они зарегистрированы на территории Российской Федерации. Первая их регистрация была для лечения рака легкого, рака меланома. На сегодняшний день они зарегистрированы и для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи. И они входят в список же на ЛВП. Все прекрасно знают, что это такое. И они входят в КСГ. То есть они оплачиваются из системы ОМС. Они должны быть применяемы в нашей стране. Единственное, что они идут во второй линии. То есть в случае прогрессирования или после назначения препаратов платины. То есть вторая линия химиотерапии. Опять же, в 2017-2018 год появляются фразы, видимо, за счет сетоксимаба, до прогрессирования, либо до неприемлемой токсичности все препараты. То есть мы не останавливаем это лечение фактически. Пациент, учитывая природу опухоли, учитывая ее бесконечную жизнь, лечение фактически не должно останавливаться. Но я для сравнения взяла все-таки рекомендации АОР. Мы несколько лет пользовались рекомендациями русской. Сейчас у нас АОР. 2018 год. Но по сути дела то же самое. Первая линия доцитоксил, вторая цел платино. Либо по клетоксил, платино, стоксимаб. Очень хорошая фраза. Первая линия монохимиотерапии. Одним из препаратов. Просто перечисленные препараты. Без режима, без длительности на наше усмотрение. Сколько хотим, как хотим и как можем. И во второй линии химиотерапии. В 2018 году рекомендация АОР тоже предлагается. Либо неволумаб, либо пембролизумаб и афотениб. Я три вопроса поставила, потому что на самом деле подтверждение. Там было клиническое исследование при его голове и шее. При опухоли головы и шеи. Но в этом году мы рассматриваем рекомендации. Афотениб уже не входит. И на самом деле я очень надеюсь, что мы за Мира Ахметана приложим все усилия, чтобы какие-то конкретные рекомендации были даны. И по длительности лечения. Потому что это один из этих препаратов. Сколько дать, как лечить, до какого эффекта. То есть просто отпустить человека в никуда. Ну и препараты платины, токсаны, цитуксимаб мы все уже хорошо знаем. Я хочу все-таки пару слов сказать о так называемых новых препаратах. Один из... В чем их смысл? В чем их выигрыш перед остальными, перед предыдущими препаратами? Один из важнейших биологических процессов, которым способствует прогрессирование опухолевого заболевания, является феномен так называемой ускользания опухоли от иммунного ответа. А PD-1 является рецептором иммунной контрольной точки, которая помогает опухолевой клетке, организму ускользать от этого иммунного ответа. Так, я хотела... Ага. Пембролизумаб. Один из этих препаратов. Это так называемый мат, моноклональное антитело, блокирующее взаимодействие между PD-1 и его легандами. PD-1 и PD-2. Он как бы заново обучает иммунную систему организма бороться со злокачественной опухолью, лишая возможности опухолевых клеток ускользать от иммунного надзара. Он показан для лечения у пациентов, которых подтверждена экспрессия PD-1 опухолевыми клетками. И нам сегодня наша заведующая патонатомией Анна Сергеевна Артемьева рассказала, что лучше патоморфологам указывать, какой препарат вы планируете назначить пациенту. То есть не просто PD-1 ищете, а о том, что вы планируете назначить пациенту пембролизумаб. Тогда они знают, какой клон искать. Ну и вот интересная фраза. Многие препараты, цитостатики, таргетные препараты, гормонотерапия, когда они исследуются, это исследуются они сначала в третьей, в четвертой, во второй линии. Дальше они активно, доказывая свою эффективность, многие из них активно пробираются в первую линию. И вот на сегодняшний день уже существует мнение о том, что, смотрите, несмотря на невысокие показатели роста времени без прогрессирования, пембролизумаб продлевает жизнь пациентов даже тогда, когда рак продолжает расти. Поэтому она предлагает ввести иммунотерапию пембролизумабом в качестве терапии уже первой линии при рецидивирующем либо метастатическом раке головы и шеи. И вполне возможно, что в следующем году или через год мы будем уже рекомендовать пембролизумаб в первой линии таргетной терапии. И второй препарат, неволумаб, в скобках я указываю торговые наименования пока, также человеческое моноклональное антитело. Здесь я хотела подчеркнуть, что неволумаб показывает значительное улучшение выживаемости больных за счет увеличения частоты и медианы продолжительности объективных ответов, увеличения медианы общей выживаемости вне зависимости от уровня экспрессии легандов к рецептору PDI-1 и наличие ассоциации рака с вирусом папиллома человека. Подчеркиваю еще раз, эти оба препарата пока в нашей стране зарегистрированы для второй линии терапии рака головы и шеи, плоскоклеточного рака головы и шеи. Ну и дальше, для того, чтобы определиться все-таки, чего мы хотим получить от нашего лечения, мы должны определить прогноз эффективности химиотерапевтического лечения, естественно, чем моложе человек, если он в хорошем статусе, если у него была предшествующая только хирургическая терапия, хирургическое лечение, если в настоящее время мы можем применить комбинированную химиотерапию, низкодифференцированную опухоль, ну про носоглотку мы уже тоже говорили, что это хороший благоприятный фактор, это благоприятный фактор, и таких пациентов нужно и можно лечить активно, агрессивно и достаточно долго. Пациенты с неблагоприятным фактором, это старшей возрастной группы, большим распространением, с предшествующей потерей массы тела, те пациенты, у которых уже было какое-то лечение, лучевая химиотерапия, химиолучевая терапия, и те, которым мы можем применить только монохимиотерапию, у них хуже прогноз, но это не говорит, что этих пациентов нельзя лечить, им нужно правильно подобрать лечение. Монотерапию мы можем назначить пациентам только тогда, когда мы фактически можем только паллиативное лечение назначить, И у ослабленных пациентов для улучшения качества жизни хотя бы. И полихимиотерапию мы можем выбрать у пациентов с хорошим статусом удовлетворительным. И тогда, когда нам нужно быстро получить эффект для того, чтобы улучшить качество жизни и получить хороший терапевтический эффект. Ну и вот эта вечная фраза, что такое медицина, искусство, либо наука, на самом деле это сочетание наших знаний, нашей интуиции, наших возможностей и наше желание помочь нашим пациентам. Я считаю, что таких пациентов нужно лечить, можно лечить. Возможности для этого прибавляются у нас каждым годом. Я попыталась показать это на нескольких слайдах. И лечить их нужно долго. С ними останавливаться нельзя. Я считаю, что лечить их нужно до максимального эффекта. До получения максимального эффекта. С затем консолидирующими, закрепляющими циклами. Либо до непереносимой токсичности. Либо если пациент сам отказывается. Но если он сам отказывается, он тоже должен понимать, от чего он отказывается. То есть он должен понимать прогноз своего заболевания. Спасибо. Продолжение следует...